Алексей Рязанов, хочу пригласить вас сейчас выйти в эфир, дать ваше мнение по Уралкалию, по Алросе, по российскому рынку. Верите ли вы в рост российского фунда рынка сегодня утром или нет? А то я что-то не верю. Мне кажется, нас дурят. Получится зайти в эфир, Алексей? Алексей Рязанов, Медвежьегорск, Карелия. Добрый день. Здравствуйте. Заходите. Да, в эфире просто я немножко не одесу, чтобы сделать. Да, доброе утро. Здравствуйте. Коллеги, напомню, с нами Алексей Рязанов, город Медвежьегорск, Карелия. Алексей, хочу повторить свой вопрос, о котором мы размышляем сегодня утром. Верите ли вы в рост российского фунда рынка против нефти, хотя нефть падает, фондовый рынок растет, а рубль при этом падает? И какие у вас, на ваш взгляд, перспективы по Алросе и Уралкалии в связи с тем, что Алроса 10% государства продало по сути самой себе РФФИ с дисконтом? Ну, а в Уралкалии 20% Михаил Прохоров продал другим акционерам. Как думаете, что будет с этими компаниями? Я думаю, что по Алросе и Уралкалии все нормально будет, потому что там, ну, приобретен, ну, это самый, пакет приобрел там белорусский предприниматель, который, опять же, связан с минеральным изобрениями. Я тоже читал, ну, там, читал статьи по поводу продажи аннексива пакета Алроса, у этого, пакета Уралкалия. Я думаю, что там консолидация происходит, ну, в этих меральных, ну, как бы, в минеральных активах, и поэтому для Уралкалия это, мне кажется, позитивный момент. То есть, ничего такого не происходит. Просто один, вы бы говоря, там, крупнебержатель вышел, другой зашел. Ну, так же, пацаны по Алросе, я просто, я тоже считаю, что там фонд национального благосостояния, по-моему, купил 10%, 10% по Алросе, просто государство переложило там с одного кармана другой актив. Я думаю, что для Алроса тоже ничего страшного не будет. Возможно, ее немножко опустим, но, в общем, для капитализации, ну, сейчас на текущих ее, может быть, она скорректируется. Ну, по сути, я думаю, там, ну, ничего страшного, ни для одной, ни для второй компании, ни для такого негатива я не вижу этого. Просто идет перекладка с одного кармана в другое. На компаниях, как бы, на производстве компании, это у меня традиция, мне кажется. Это, что касается этого роста и гранирования. Понял вас. Спасибо. Хорошие новости, конечно. А что по российскому рынку? Какие мысли, Алексей? Может быть, нам по российскому рынку, если есть у вас по рынку. Да, давайте. Ну, моя центральная идея заключается в том, верите ли вы в рост российского фондового рынка сегодня утром, ну, и в целом. Видим хорошо. Как видно, да? Вот бренд, смотрите. Ну, у меня такой взгляд. То есть по бренду я все-таки сейчас в четырехчасовике включу. Вот смотрите. Здесь у нас треугольник, как вы его тоже видите. Все его видят, этот треугольник. Вот. У нас был пробой треугольника вниз. Вот у нас, как бы, нижняя черта здесь, да? Сейчас, секунду. Нарисую. Вот у нас. Раз, произошел пробой треугольника. Вот. Произошел его тест. Вот. Вот видим, да, пробой. Был тест. И, на мой взгляд, цели сейчас текущие. Где-то уровень 45 мы должны сходить. То есть, где-то вот на уровень 45 у меня цели такие. На текущий момент по бренду. Если мы пойдем в 45, это такие среднесрочные цели. Соответственно, СИЖКА. СИЖКА у нас, я думаю, пойдет куда-то в район 64,5-65 даже. Вот. Ну, 64,80 вот у нас на текущем уровне сопротивления. То есть, я вижу цели, что где-то, ну, по уровню, ну, вот этим Хаян предыдущим. Может быть, 64,70, 64,90 куда-то в эту зону. Вот. И, ну, будем смотреть, нефть пойдет вниз, стишка пойдет вниз. Соответственно, рынок российский РТС, если сказать по РТС, РТС опять может быть везти в зону 90, в зону 89. То есть, где-то вот здесь будет консолидация продолжаться. Если мы посмотрим на 4-х часовик по РТС, да. Мы также видим здесь треугольники у нас, что там на Сбербанке, что на многих сейчас активах у нас эти треугольники видны. Вот мы и сейчас рисуем, да. И, возможно, вот куда-то вот сюда у нас РТС исходит. Куда-то вот. Где-то вот. Куда-то вот. Куда-то вот по уровню 89, а тут будем смотреть, как будет ситуация вообще развиваться. Если опять же по котировкам еще смотреть, интересная консолидация у нас видна на... то есть, интересная консолидация у нас есть на... Вот, смотрите, это РТС, нефтегаз. То есть, индекс РТС, нефтегаз. Да, здесь вот этот 4-х часовой график, сейчас нефть поставлю. На нефть тоже явно видна консолидация и как бы треугольник, да, то есть уже в завершающейся своей стадии, да. Вот, это, то есть, это долларовый индекс нефтегаза нашего. Вот, о чем это говорит? О том, что сейчас здесь будет выстрел, да. То есть, и мы можем предположить, что если будет, ну, будем смотреть в сторону выстрела туда, и, то есть, нефтянка в долларах, она куда-то исходит. Вот, это тоже такая консолидация интересная, я за ней наблюдаю. И думаю, на чем можно, в принципе, вот этот треугольник отыграть, да. То есть, долларовый нефтегаз отыграть, на чем интересно. То есть, возможно, его отыграть на Газпроме. Посмотрим, как Газпром себя будет вести. Вот мы видим по акции Газпрома. По акции Газпрома, если посмотреть, у нас тут консолидация на уровне 139-140, да. Буквально через неделю у нас будет отсечка. И вот будем наблюдать. То есть, я пристально слежу за Газпромом. То есть, будем смотреть, куда будет выход из этого узкого диапазона. Вот у нас тут диапазон 142-139, мы видим, да. Четко вот мы на уровне, наверное, 24-го числа стоим. В узком диапазоне нижней границы 139, верхняя 132-142. Вот куда будет прорыв, возможно, и как раз прорыв, я думаю, что прорыв Газпрома совпадет. Почему Газпром интересен? Потому что у него уровни такие, довольно-таки, довольно-таки для Лонга интересный уровень. Вот. И я думаю, что вот именно выход из консолидации Газпрома как раз совпадет вот именно с этим, с нефтегазом, с долларовым индексом нефтегаза. Вот как раз у нас консолидация здесь. И ядро, ядро вот этого треугольника где-то на уровне 147 у нас находится. Вот. И будем смотреть, как мы отсюда выстрелим. И как мы выстрелим по Газпрому. Опять же, интересно, Сишка, да, Лонг Пани. И бренд, как в теории, где-то уровень 40 лет. Вот такие у меня взгляды. Ну, я сегодня в Сишке сидел, заходил вчера. И вчера, в Пятнице, заходил в Лонге. Вот. И вот у меня была точка скорая здесь. Сегодня закрелся. Затрелся сегодня на краях практически. Еще пытался торговать на той закрыте. То есть, я взял это движение в Сишке вверх в Пятнице. В Пятнице была консолидация. Я видел, в Сишке движение вверх. И в Пятнице лучше. Деревился. И все не было лучше. Наверное, уже в Плесе. Ну, вот так. Пока наблюдаем. Пока наблюдаем. Понятно. Алексей, ну вот, а сейчас куда будете искать по тому, что происходит час на рынке? Я вижу, что развернулось РТС, как и я талантливо и, так сказать, прогнозировал 7 минут назад. Вижу, уже немножко вниз РТС идет на этом часе 91.510. Вот прямо, если говорить о ближайших часах, куда будете сами искать точку ухода? Скорее, или вверх? Буду искать, нет, в шорт, Сишку вон, РТС в шорт. В РТС, видите, в чем РТС, вопрос РТС, он может на самом деле никуда не пойти. Сишка будет расти, а Мамба будет вниз идти, то есть РТС может просто в боковике стоять. Потому что, если у нас Газпром выстрелит, то есть тут не совсем понятна ситуация. При росте Сишки активизируются сейчас эти все, как у экспортера, понимаете? Или у нас ММВБ может на экспортерах начать расти. И Сишка будет идти вниз, и экспортеры будут расти, поэтому РТС может будет вообще в боковике болтаться. А ММВБ может как бы и в то же самое в боковике. Тут нет явной такой динамики. Я вот ее не вижу на самом деле. Я вижу четко нефть вниз, Сишку вверх. Вот, и смотрю за Газпром. А в общем, по РТС у меня сейчас, ну вот я только что показывал, да, по РТС я вижу где-то уровень 89.0. То есть я вижу, вот мы видим, да, треугольник, вот он поставится. Я вижу, ну по крайней мере в ядро диапазона это уровень 89.500, я вот думаю, что куда-то вот, куда-то РТС сюда. Но в РТС, видите, на мой взгляд, не будет, не будет такого как бы сильного импульса, мне кажется. Вот у нас его диапазона по РТС, да, 89.0. Вот, я куда-то сюда его жду, но он может очень вяло сюда идти, вот в чем дело. Как бы нету, импульса нету, нету движения. А вот движения и импульс могут быть в Сишке, в нефти и в Газпром. Я понял вас. То есть для вас три выбора, если что-то шортить, то это Сишку, Газпром и Лангите, значит, ну Си понятно. А вернее, если шортить, то это нефть и Газпром, а если покупать в Лангите, то это Си, с усилением доллара. Я тоже наверх смотрю смотреть, я смотрю на Газпром. Газпром все-таки смотрите против нефти наверх? Да, Газпром смотрю наверх, Сишку наверх, а РТС вниз, ну и нефть вниз. По Сбербанку еще интересная ситуация, да, то есть тоже здесь складывается, давайте посмотрим, Сбербанк под 60 минут. Давайте посмотрим, это тоже тема. Здесь тоже у нас, в принципе, здесь тоже у нас треугольник, да, то есть стандартный треугольник, вот он у нас отрабатывается, консолидация. По Сбербанку я тоже вижу где-то, ядро диапазона у нас будет, ядро диапазона у нас где-то находится на уровне 130 двух, ну примерно, плюс мин. Возможно возврат в эту зону где-то, вот, вот, будет где-то возврат в эту зону, потом посмотрим, куда, куда, куда все это дело вывалится, и потом уже будем смотреть. То есть Сбербанк тоже интересен, если мы уйдем вниз, можно будет брать ламги на вес, потому что, как правило, вот эти бумаги, они, ну, бывают ложные выходы с треугольником, да, то есть мы, ну, как бы, от игра уходим вниз, а потом возвращаемся к этой игре. Это очень такая распространенная практика, она и на Сишке, кстати, была, вот я могу даже по Сишке показать. Сишки, в Сишке такая ситуация у нас была, вот смотрите, здесь на более мелких камнифреймах это все было. Вот у нас был треугольник до этого, вот треугольник раз образовался, если видно, вот треугольник образовался, треугольника цена ушла вверх, вот она ушла вверх, бамс, а потом был возврат к треугольнику, да, то есть. Вот такую историю можно отрабатывать, в принципе, вот это на Сишке, видите, вот обратно мы вот с треугольника ушли наверх, а потом вернулись обратно, ну, протестировали ядру треугольника. И такая же ситуация у нас и в Газпроме было несколько раз, и в принципе, в этом самом, в Сбербанке, такое тоже вполне возможно. Вот здесь, допустим, смотрите, то же самое было. Вот на Сбербанке было в предыдущий раз до этого, вот треугольник у нас формировался, вот треугольник, раз он, вот треугольник, вот его ядро этого треугольника, вот. Потом был выход вниз и возврат к ядру опять, да, то есть. Вот, возможно, такая схема, такая схема, возможно, в принципе, и на текущий момент, уход на уровень 120 поддержки, или, там, 125, например, да, вот куда-то вот сюда уход, уход вот с треугольника, с ядра уход на 125, и потом возврат обратно в треугольник. Тоже интересная такая идея, да, то есть ее обработать, но после, ну, именно уже после выноса, то есть не сам вынос торговать, а уже когда вынос произойдет, торговать возврат к ядру треугольника. Ну, к ядру, к самому, вот, к уровню 132. Понятно, поняли вас, Алексей, спасибо. Ваш термин, ядро треугольника, это ваш термин, или вы взяли у кого-то из других анализов? Это, ну, как бы, вообще, там термин не ядро треугольника, а, как сказать, ядро, ну, середина диапазона, да, есть такой термин. Ну, я так его, ну, где-то слышал, там, говорю, ядро по торговке, да, то есть, ну, контракт подойдет, когда, вот, про торговка, где наибольший уровень этого самого сцепления ордеров, да, как бы считается, ядро контракта, да, Ну, я там это сказал, ядро треугольника, да, там термин я не знаю. Ну, вам, понял, вам этот термин помогает наилучшим образом выделить это вот... Вы предполагаете, что ядро, середина диапазона, ядро треугольника, там могут быть и наибольшие объемы? Вы допускаете такого? На мой взгляд, а так оно и есть, конечно, потому что идет сжатие, идет сжатие, идет напряжение, потом идет выстрел. Единственное, если будет выстрел наверх по Сбербанку, я уже шортник, например, я пока не готовлюсь. Если будет вынос вниз, для меня это будет сигналом для входа, ну, то есть это будет возможной точкой входа, очень интересно, потому что тренд у нас тронговый, да, если мы там не включим, увидим, что у нас идет конкретный лонг, и вот, ну, вот, и текущая ситуация, вот как вот здесь в предыдущем была, вот вместе, да, то есть она вот здесь может реализоваться запросто, за трехход на 125, как ложный вынос, и потом движение по тренду. Если мы выйдем сразу наверх, я не готов буду шортить, опять же, в это ядро, да, в это ядро, да, в это ядро. И то, если шортить там короткий стоп, ну, я так не хочу так делать. Мне было бы гораздо комфортнее выход вниз, и оттуда уже покупать с телью возврата вот именно на этот ядро. Понятно. Поняли вас, Алексей, спасибо большое. Я вижу, Роман Кривачев спрашивает, можете ли вы посмотреть золото? Торгуете сейчас золотом? Золото не торгую я, у него какие-то, бра, не торгую я золото. Ничего сказать не могу, я думаю, откат, не буду ничего говорить, ну, тренд вон голый, ну, может быть, откат и все выкупать, но там очень длинные такие свечи, выносы, то есть там стопы ставить надо далеко, ну, золото такой очень товарный инструмент, его надо на длинных механизм торговать, и какие-то там часа 5-15 минут, мне кажется, не подходит. Понятно. Хорошо, Алексей, поняли вас, спасибо вам огромное, хорошего вам дня, удачи на рынке сегодня. Спасибо всем, всем вам удачи. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.